Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, Алина, который вы задаете, я его прочитал, и сейчас постараюсь вам ответить. Смотрите, ну, помимо того, что вам необходимо работать с эмоциями, не совсем понятно вопрос. Не совсем понятен вопрос, который вы задаете, да, то есть, в чем он у вас? Ну да, вот проблема, не контролировать эмоции, да, проблема, но в чем вопрос у вас? То есть, если работать с эмоциями, то хорошо, учиться слышать себя, слышать других, прекрасно, то есть, как бы, ну, вопрос ваш, Алина, в чем? Дальше. Вы говорите о том, что, значит, поругались с парнем для того, что вам показалось, что он хотел вас подстебать. То есть, получается, что вас задела какая-то его реакция, вас задела, ну, что-то из его поведения, условно говоря. Вот. Давайте мы с вами постараемся этот момент определить, то есть, постараемся определить с вами момент, связанный с этим, грубо говоря. Почему вас, условно, задевает то, что кто-то может над вами подстебаться? Вы не уверены в себе, вы чего-то боитесь, вы чего-то болтаетесь, у вас есть какие-то трудности, какие-то проблемы, в чем суть? Вот. С этим можно и нужно разобраться, да? С этим можно и нужно, это можно и нужно поисследовать. Вот. Дальше. Вы, значит, помирились вроде бы, пишете, да? Вот когда, значит, вы донесли мужчине о том, что вам показалось. Опять же, да, вот, казалось бы, когда вы рассказали человеку о своих чувствах более-менее адекватно, да, более-менее изменяемо, то, в общем-то, все как-то быстро нормализовалось у вас. Вот. Поэтому тут тоже есть такой важный достаточно элемент. Дальше. Вы говорите, что, значит, после этого мы примирились. То есть, смотрите, примирение идет за, след за выражение вами ваших чувств. Вот. Но было бы еще лучше, если бы вы пошли дальше. Если бы вы пошли дальше и дальше выразили более... ...провольно, более четко, более аутентично. Свои собственные переживания. Вот. Это еще лучше бы... еще лучше бы... Ну, более качественный климат создало бы у вас с вашим парнем. Далее вы говорите, что вы помирились. Очень важно понять, что вы вообще вкладываете в это. Помирились. То есть, помирились это как? Ну, вот, к примеру, примирение, оно ведь без, условно говоря, каких-то решений, без каких-то выводов, без каких-то, ну, действий, да, с стороны вашей, с стороны мужчины, примирение вообще никакого смысла не имеет. То есть, просто прости, но ситуация, ситуация уже повторится, да. То есть, очень важно понять, что вы вкладываете в это, в это примерение. Дальше вы начинаете человеку, значит, проявлять позитивную реакцию, и это ему не нравится, не нравится. И, в общем-то, основу этого вас задевает. И дальше все идет на нарастающую, надо это все задевает. То есть, здесь очень важно то, как вы воспринимаете себя и как воспринимаете молодого человека, в каком ключе вы воспринимаете себя и в каком ключе воспринимаете молодого человека. Как это у вас чувственно отображается. Понимаете, эмоции контролировать не нужно, их нужно учиться правильно выражать и правильно удовлетворять, правильно реализовывать, если угодно. Вот, чему вам нужно учиться. А контроль здесь, мне кажется, изличен, потому что вы и так, по моему мнению, достаточно сильно все пытаетесь контролировать, и как раз таки не доверяете своим чувствам. То есть, есть ощущение, что ваши чувства, они просто взрывались, потому что выстремы их подавляете. Вот, ну и конечно здесь значимость мужчины и его важность для вас играет роль, то есть сверхмотивация быть с ним возможна. Вот, то есть, с вашими чувствами, с тем, что вы чувствуете на самом деле, и с тем, чтобы адекватно это выражать и реализовывать, нужно работать, алина. Вот, такая вот история. Как бы, опять же, вы не прислушиваетесь к молодому человеку своему. То есть, вы, вот то, что вы делаете, да, вот слуете его и так далее, вот есть ощущение, что вы делаете это не для него, а для себя, вам это нужно. Потому что, если бы вы делали это для него, ну он бы сказал, типа, что оставь меня пока, и все, окей, все, как бы все. Но вы не можете его оставить. Вот, и, как бы, соответственно, соответственно, это означает, что вы через молодого человека пытаетесь реализовать собственные, ну, свои желания и разрешить свои предварительные. Какие, нужно выяснять, смотреть. Это очень важно для вас. Ну, вот для вас, это очень важно для будущего ваших отношений, неважно, с этим молодым человеком или с любым другим, это тоже очень важно, алина. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.